Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем и тема нашего эфира – как в Украине заботятся о детях с инвалидностью, о детях-сиротах и детках, которые лишены родительской опеки. Сегодняшняя наша гостья – это Елена Кобец, директор благотворительного фонда Объединения мировых культур. Добрый день, Елена! Здравствуйте, Анастасия! Как ваше понедельничное настроение? Все хорошо, спасибо! А то говорят, что понедельник – день тяжелый, у нас вроде с позитива с вами начинается. Расскажите, пожалуйста, что за благотворительный фонд, откуда он появился и почему вообще решили его создать? И название такое у вас еще интересное. Да, название у нас интересное – благотворительный фонд Объединения мировых культур. Он у нас создался в 2015 году. Сегодня, кстати, так уж совпало, день рождения фонда. О, поздравляю вас! Спасибо большое! Как раз 28 октября 2015 года был зарегистрирован благотворительный фонд. Сама идея появилась, ну, она давно витала. Очень долго думали, что мы хотим конкретно. И вот в названии как раз и сочетается, так скажем, наша цель – Объединение мировых культур. Наш логотип, вот если посмотреть даже на него… Можно показать? Да, могу показать. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Это планета и объединяющие руки. Поэтому это символ рукопожатия, символ знакомства, символ обмена культурой. У нас есть проекты как международные, так и на территории Украины всеукраинские проекты. Поэтому вот идея была такая. Благотворительный фонд сколько существует? Ну, сегодня ровно 4 года. Ровно 4 года. Сколько у вас волонтеров, примерно, людей, которые вам помогают? Мы работаем… У нас, считайте, 3 сотрудника, а волонтеров у нас достаточно большое количество. Есть отдельные волонтеры, есть волонтерские организации, с которыми мы сотрудничаем в отдельных проектах. Это как маленькие организации, так и достаточно большие. И если вот посчитать, я затрудняюсь ответить за все 4 года, с каким количеством людей мы пересекались, кто нам уже помогал. Достаточно много. Вот, например, если взять нашу программу «Сделаем жизнь детей лучше», то она под собой подразумевает помощь деткам с инвалидностью, лишенных родительской опеки. То есть мы помогаем в рамках этой программы детям, которые проживают, обучаются в школах-интернатах, психонегрологических интернатах, а также реабилитационных центрах. То есть у нас есть работа с одним интернатом, например, мы с одной волонтерской группой сотрудничаем, со вторым интернатом со второй. Ну, вот так вот работа и построена. Расскажите вообще, в чем суть вашего благотворительного фонда «Объединение мировых культур». Я так понимаю, у вас детки не только из Украины, а много разных деток, правильно? Да. Ну, давайте я начну, немножко так расскажу по поводу вообще всех наших программ, будет более понятней. Уже в традицию вошло, так скажем, есть определенное количество программ, которые действуют на протяжении уже последних трех лет, так точно. Например, это вот, как я говорила, уже «Сделаем жизнь детей лучше». Вторая программа — это гран-при, это как раз международная наша программа. В рамках нее проходит международный балетный фестиваль «Гран-при Киев». Директор этого фестиваля является Набухира Тарада, народный артист Украины, художественный руководитель Киевского государственного хореографического училища. Наш благотворительный фонд здесь как соорганизатор выступает в этого фестиваля. Вот по состоянию на 2019 год уже из 11 стран были участники. Это и все континенты, ну, кроме Австралии, все континенты мы уже задействовали. Могу показать, да, это вот 2018 год. Мы привлекаем… Да, 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 конечно. Это за 2016 год вы взяли. В рамках этого фестиваля это как соревновательная программа проходит, так и мастер-классы очень известных артистов балета со всего мира. Также в зрительный зал мы стараемся приглашать деток для социализации, для адаптации, реабилитации деток с инвалидностью, деток, которые в трудных жизненных обстоятельствах находятся на данный момент. В этом году у вас также будет фестиваль? В 2019, в 2019 уже он прошел. Прошел в 2020 году? В 2020 году, в марте месяце, национальная опера Украины, это уже традиция. К вам вот как-то обращаются, вот хотим поучаствовать в фестивале, или как вы набираете деток на данный фестиваль? Как это происходит? Да, конечно, обращаются. С детских домов, да, к вам знают вас? Если с детских домов, я же говорю, что если они в зал уже на финальный концерт, туда мы их приглашаем. А так это профессиональные, это балетные школы. Очень интересно на самом деле. Сколько в прошлом году было задействовано на деток плюс-минус на данном фестивале? Во втором туре уже было, ну я не считаю отборочных всех, а второй тур, это уже было около 80 человек. Ого! После фестиваля какие впечатления у деток, эмоции, обращали внимание, говорили вам что-то, возможно, там, благодарили за данный фестиваль? Конечно. Всегда вот эти вот три дня, которые проходят фестиваль, это и отборочные, и сам финал, голоконцерт, всегда идут в сопровождении, ну, в очень хорошем настроении, эмоциональный раскрас, очень такой на подъеме. Потому что, повторяюсь, что проходят мастер-классы, и дети могут вживую общаться со своими кумирами, брать у них что-то лучшее, спрашивать и учиться. И детки совершенно разные, есть и инвалиды на инвалидных колясках, правильно? Вы всех берете? Детки на инвалидных колясках, детки, да-да-да, это в зале, либо же для них делается еще в холле перед началом голоконцерта, фотозоны, разные локации с арт-практикой, они, ну, не только приходят на концерт посмотреть, а еще и поучаствовать, пофотографироваться. Ну, это слишком такой тяжелый труд организовывать, мне кажется, такой фестиваль. Сколько времени занимает по организации? От фестиваля до фестиваля, да? Ну, так скажем, есть более такой спокойный период, когда мы общую концепцию утверждаем, что на следующий год будет. Вообще, вот фестиваль заканчивается, на следующий год уже начинаем. А так вот более интенсивно за последние 4 месяца тут постоянно работа идет. У вас есть, я вот вижу, проект «Наше здоровье в наших руках». Что это за проект? «Наше здоровье в наших руках» – проект, он действует в рамках программы «Шагаем в страну здоровья». В рамках этой программы не только этот проект, еще есть помощь Институту педиатрии, акушерства и гинекологии. И также «Блеск счастливых глаз». Непосредственно за тот, который вы спросили, мы помогаем в рамках этого проекта. Медицинским учреждениям, ну, или мы же через общественные организации напрямую населению передаем медикаменты. Сотрудничаем мы с разными фармакомпаниями, большое им спасибо за такую большую помощь, потому что с помощью непосредственно них мы выступаем. Ну, вообще, по сути, благотворительный фонд, он как ретранслятор помощи. Просто, ну, большое спасибо нашим всем партнерам, спонсорам, которые изъявляют желание помогать людям. У вас еще есть, я вижу, тоже очень много проектов, очень много акций. Проект «Блеск счастливых очей» — это вы, я так понимаю, со зрением помогаете? Это проверка зрения у населения. В основном это детки, также старшее поколение. Совместно с компанией «Люкс Оптика» этот проект действует. Врачи выезжают на местность, на территориальные громады. В основном это сёла, там, где не сильно удобно населению добираться до города и пройти вообще обследование. И, как показывает наша вообще практика, ну, самое последнее вообще из органов, на что обращает внимание человек, это как раз глаза. Потому что, знаете как, не болит, но ты хорошо. Ну, что-то не то. Что-то, да. Значит, можно дальше продолжать жить. У вас ещё есть интересная акция — «Особливый транспорт для людей с обмеженными можливостями». Да. Эта акция проходила в прошлом году, тоже совместно с нашими партнерами, Благодарительным фондом спрояний розвитку медицины. Мы обеспечивали жителей с инвалидностью инвалидными колясками. Ого, это немаловажный фактор. Да, это передавались инвалидные коляски для населения в Житомирской области, в Донецкой области, это Авдеевка, это в Константиновском районе, Иллиновская громада. Ну, в общем, вот так вот. У вас деятельность очень бурная, очень много всего. И очень, да, обширная. Обширная. И очень много людей, которым необходимо помочь. Я так понимаю, вы помогаете, ну, судя по вот книжечке, которую вы мне дали, и деткам, и взрослому поколению, которые в этом нуждаются. То есть максимально всем. Основной у нас акцент на детях, но также в рамках некоторых программ, некоторых проектов. Я так понимаю, кто обращается? Вы создаете какие-то проекты, программы для таких людей? Ну, так скажем, и кто возвращается, и по нашей возможности. Мы никогда не отказываемся от сотрудничества. Если к нам обращается компания, и говорят, у нас есть желание помочь, конечно, мы будем только содействовать. Обращаются так, если честно, к компании? Бывает такое, мне кажется? Есть, есть. Знаете, как очень маленькое количество, но есть. И мы им очень благодарны, что действительно люди желают помочь и помогают. Это вот самое главное. И не с целью пиара, а вот просто от сердца, от души. Круто. Вот из последнего, например, к нам обратились весной, в конце весны, компания, которая производит интерактивное оборудование, Inboard, и они предложили интерактивные доски к первому сентября презентовать в школы. Мы сначала вообще обговаривали, куда нужнее, куда важнее. И остановились мы на городе Авдеевка на двух школах. Школа номер 6, школа номер 7. Они получили по одной интерактивной доске к первому сентября. Теперь дети уже занимаются очень счастливы. Класс. У вас вот сейчас, на сегодняшний день, что есть в планах? Возможно, будут какие-то проекты, акции проходить интересные? Где, возможно, нужны люди, волонтеры? Мы можем сейчас в эфире также пригласить еще людей. Фестиваль будет, понятно. В скором времени будет. Помимо фестиваля что-то планируете? Да, конечно. У нас сейчас много проектов запускается с целью арт-терапии непосредственно. На протяжении всех годов наших деятельностей арт-терапии, арт-практики мы уделяем большое время. Именно в рамках конкурса рисунков. Потому что, так скажем, конкурс рисунков, он в себя включает, как и поиск талантов, то, что тоже одна из основных целей нашего фонда, тоже найти талантливых деток и помочь их дать такой вот старт для развития. И поэтому те, которые проекты у нас сейчас такие крупные намечаются, это вот с первого числа стартует у нас конкурс рисунков «Рисую свою мечту» совместно с Киевским городским центром реабилитации для детей с инвалидностью. Это в рамках программы «Сделаем жизнь детей лучше» есть проект «Особенные таланты». И вот с первого числа, с первого ноября по шестое декабря мы начинаем прием работ, и как раз финал конкурса будет ко дню Святого Николая. Поэтому все желающие детки, особенные детки, талантливые, мы приглашаем принять вас участие в нашем проекте. Присылайте свои работы в центр городской для реабилитации детей с инвалидностью. Это Теллиги 37Г. Также следующий проект запускается сейчас. Это проект «Моя история» называется. Это совместный проект благотворительного фонда и проекта «Науменко сторис», целью которого является уникальная передача уникальных развивающих арт-игр в виде магнитной живописи. Также команда волонтеров, специалистов, художников, арт-терапевтов готовит обучающий курс лекций, вебинаров для обучения непосредственно взрослых. Это могут быть и волонтеры, и сотрудники организаций, которые будут на этом оборудовании работать. Потому что арт-практика, она очень большую и значимую роль занимает именно в налаживании психоэмоционального состояния ребенка. И поэтому мы всех приглашаем, к нам сотрудничество, все волонтерские организации по Украине. Пожалуйста, обращайтесь к нам на сайт нашего фонда. Заходите, это uwcfoundation.com. Заходите туда, там есть все реквизиты, нас можно также найти в социальных сетях. Это и Facebook, Instagram. Есть номера телефонов тоже на сайте. Пожалуйста, звоните, обращайтесь. Мы будем очень рады сотрудничеству. Также вот под этот проект тоже стартует сбор средств, потому что сама технология этой магнитной живописи, она запатентована. Есть сертификация, то есть это полностью безопасно для детей, все краски. Очень трудно так объяснить на пальцах, что оно из себя представляет, нужно увидеть. В скором времени у нас будут видеоматериалы, где мы покажем, расскажем, будет на наших соцсетях все это выложено. И поэтому, кому это интересно, кто хочет поддержать арт-терапию именно с эмоциональной точки зрения, в эмоциональном плане, деток, которые находятся в интернатах, которые обучаются в реабилитационных центрах, пожалуйста, мы просим в помощи именно финансовой. Так что, кто сегодня смотрит нас, возможно, вы заинтересовались, вы можете зайти на сайт благотворительного фонда объединения цветовых культур. Вот, и не знаю, видно или не видно. Да, через Google вы можете ввести либо же вот четыре больших буквы UWCF, либо же объединение световых культур, объединение мировых культур на русском. Все полностью данные для поиска, они срабатывают. И там есть вся информация, есть номер телефона, контакты, можно позвонить, пообщаться и всю подробную информацию касательно данного фонда, касательно проектов, акций узнать. Да, все правильно. Супер. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли, поделились своей работой, что вы делаете для людей полезного. Спасибо вам за это, что вы делаете большое добро, помогаете людям, нуждающимся во многих вещах. Мы вам желаем, в первую очередь, вдохновения, чтобы оно у вас никогда не заканчивалось, творить вот это самое добро. И поздравляем вас еще раз с днем рождения. Спасибо вам большое, было очень приятно с вами пообщаться. И вам спасибо большое. Мы всем зрителям желаем легкого, продуктивного понедельника. До новых встреч. Увидимся на информаторе. Всем пока.